Пам-пам-пам-пам-пам, кормы, а я, кстати, не знаю, где кормы. Кормы, 37-ое место, лям очков очень слабо, там играли тоже полсостава каких-то дядек. Алеша-клан, это клан, где флайбер заказчики делают, которых не банят, потому что флайбер, где Димочка-левша там есть. Ойлы Баррика. Баррик с двух аккаунтов сидел, он там играл, в основном, ивент, он стримил это, и у нас сидел. Да, гайда-стрим от топового координатора Мерси, кстати, Рэд. Все. Ты, кстати, видел, на какое место мы заняли? Нет. Пятое. Гений. А шестое, знаешь, что МЗ заняли, кстати. Причем, знаешь, что самое смешное? Самое смешное, вот этот топ-6 дает возможность, что команда на КП сразу будет в группе играть, то есть без квалов, понял? Вот эти челы из МЗ, они будут сразу на КП играть. Знаешь, в чем самое смешное? Они на прошлом ленте в топ-50 еле-еле попали. Еле-еле попали. В итоге они на этом ивенте шестое место заняли. Там причем, знаешь, какой рофл был? Вот ЛТ-35 клан есть, ЛТ-35 Рэд. Они вчера сидели до 12 ночи на шестом месте, там все их, понял, поздравляли. А все забыли, а у МЗ Пойл высадочка до двух была, они ее втихаря от всех скатали и оп, на шестое место с двух часов обновились, прикинь. Я топ-6 именно. А вы на каком? А я даже не хочу смотреть, но я сейчас веду, посмотрю. Кинзо, да, клан Рэд? А вы на нестыдном 130-м месте, Рэд. Сойдет. Сойдет, да, Рэд, согласен. Ну вы же танк, правильно, делали? Главное, танк получить, правильно, Рэд? Вы же танк делали. Стиль. Да, да, вы же играли на танк, что почти... Ну я, Рэд, ну у нас тоже играли на танк, но вот мы еще пятое место решили взять, вот. Молодцы. Вот, но у нас тоже танк, и у нас по 200 плюс очков нарыло, а ты там на танк играл в клане, но у тебя вроде... Мне кажется, там одни скиловики у вас, там у всех там танки есть. На вандалов посмотреть, сейчас посмотрю. Ну вандалы, что я могу сказать, чуваки, 12-е место. Я говорю, вот эти вандалы, у меня так трясло с ивента, у нас с ними винрейты на 50 где-то. И у меня до сих пор, когда я стоит, мы хайвей играли с ними, с нижнего респа, поехали храшить, они там за мостом встали. Вот эти челики, знаете, что я сделал? Они все дома сломали, они все дома сломали, и мы просто выехали как на расстрел. И мне потом какие-то челы из их клана, какие-то смешинки поняли, писали, короче. Вот, но по факту 12-е место это очень хорошо, там по сути клан-то слабый. Ну как слабый, там такие игроки типа 1500 общие, 1576 ивент отыграли, я считаю, очень хорошо. Спонсорская поддержка требуется, кстати. Не, клан нормальный на самом деле, но они очень мерзко играют. Это вот тот тип кланов, который играет мерзко, через какие-то позиционки, через какие-то аналки, под бустами, ну типа такое. А так по факту 12-е место очень круто для этого клана. Ну вот тут вообще говорить нечего, здесь понятно фулл-спонсорство было, там Шилдек Смайл сидит, там 3 роты играют жесткие. В Альфе тоже самое, там 3 роты, все за бабки. Причем самое смешное, координировал их один человек, квазар вроде, если я не ошибаюсь. То есть, ну тут сразу понятно было, что они топ-2 займут. Причем, знаете, что самое смешное? Вот этот чел все координировал, жесткий чел. Он просто взял два клана, выбил, короче, в топ-2. А вот этот клан я вообще не знаю, а он оказался сильным, мы с ними тоже играли, но там какие-то жесткие были. Не знаю, ну юник это рота вроде такая. Я не знаю ни одного чела из этого клана, но... А, Арчи ПВНЗ там был ком, нормально-то да. Вот эти челы тоже выстрелили очень жестко, вот эти Небробничи, то очень жестко выстрелили. Я даже хочу посмотреть, какой у них Эллы был до ивента, 1580... А, потом 1639, я понял. Вот этот клан тоже очень мерзкий. Они... Ну а эти играют агрессивно, мы с ними тоже в Хайвей, помню, играли. Эти агрессивно играют, эти хорошо играют. Ну у нас пятое место, я все про нас сказал. Мы играли, я говорю, мы сделали невозможное. У нас когда Моники пришли, они вообще не верили, что топ-6 можно занять, пожалуйста. Я бы скоординировал ГК, все там бои, там тара-та-та. Пятое место, пожалуйста, вопросов нету. При том то, что, я говорю, мы играли одной, сука, ротой до прихода Моников. У нас было два артовода на танках, в принципе, уровень игроков слабый полкоманды был. Мы, сука, потели, инвестировали 900 тысяч, вот Моники пришли, мы начали вместе играть, и все, пятое место, 3500 очков, пожалуйста. Но вот кто больше всего удивил, это вот МЗ. У челиков 1600 Элла, то есть средний хороший Элла для клана. На ГК, не сказать, 1654. 1654, это один из сильнейших кланов был на ивенте. Хотя, казалось бы, на прошлом месте 50-е место было. Причем, я про вот этого чела знаю, у них вот этот, по-моему, координатор ГК был, вот этот челик, 48%. Че за аккаунт. Вот этот чел у них вроде координатор ГК был. Вот этот чел у них полевой шалун, да. Я про него тут узнал, он на прошлом ивенте отлетал на 7 дней за запрещеночки, вот этот вот полевой, да. То есть, ну, сейчас-то понятно, он уже без них играл, но все равно как бы осталось такой осадок. Но вот МЗ, они перед ивентом, насколько я знаю, их вообще надрочили. То есть, их вообще надрочили, и они очень хорошо ивент откатали. То есть, ну, по Элла видно. То есть, вот допустим, наше Элла сейчас я открою. И МЗ Элла. То есть, МЗ катали АБС формат на 1600 Элла. То есть, нормально такой, хороший результат. Они на ГК откатали в 1654 Элла. У нас был Элла под 1900. Это вот Моники, когда играли под 1900. По итогу 1700 получилось Элла. То есть, ниже, чем у них. То есть, мы даже хуже играли. Ну, как хуже? Когда Моники пришли, конечно, мы там разъебывали. Но Элла падала по факту, когда мы своей ротой играли до 1550. Мы за 4 дня подняли на 150+. Вот, то есть. АМЗ это вообще, я считаю, это клан открытия ивента. Вот это, это самый токсичный клан. Я говорю, мы играли с этими челиками. Вчера Мураванку. Встречный бой. Эти челы, вот Акула Джонс там полевой, они встали в аналку на встречке в К1 под бустами. С артой. Типа, мы их раскурили там, все, они вышли и мы их расстреляли. Вот этот клан, хорошо, что они в топ-6. Я не знаю, очень мерзкий. Я как бы к ним нормально отношусь, как к клану. К полевому, типа, но у них все страты, это какие-то аналки под бустами. Ну, Курага, понятно, восьмое место могли гораздо выше быть. Они тоже заказы делали. Тут видите, название клана какое. Поможем получить танк за ГК, читайте писание. Курага, сильный клан. Такой же, как мы. Могли выше быть, но они заказы делали. Вот эти ЯХЗ Фнатики через единичку. Это, по-моему, второй клан Фнатиков, если не ошибаюсь. Они, типа, считаются сильными. Но, я так скажу. Ну, вот, они в 1600 Л играют. Я так скажу. И сила этого клана заключается в том, что у них три клана. Они между собой территории делят и все. Я там видел на глобальной карте. Я говорю, координировал, я все видел. Сила вот этого клана просто, что они тремя кланами между своей территорией делят, захватывают. И просто очки другую переливают, вот и все. А так это, как бы, клан, который на девятом месте не должен быть. Я считаю, он где-то должен быть на два... Ну, в топ-20, но не в топ-10. Потому что они просто переливом очков занимались между своими кланами. Это второй клан, если не ошибаюсь. Или первый ХЗ. Может, и первый, кстати, это их клан. Тайфуны. Тайфуны. Клан, в котором делали заказы Квины, кстати. Вот, Квины в этом клане делали заказы. Вот. Если я не ошибаюсь, там еще Арчи Повензе сидит. С какого-то аккаунта, который... Ну, этот полевой этих самых, короче... Не Бро, который четвертый место занял. Вот, видите, Литл Врэдж? Это командир этих самых Квинов на КП. Которые в том сезоне КП третье место заняли и бронзовые кулаки получили. Вот. То есть, они тут заказы делали. Такой тоже мерзкий клан, имеется в виду. Вот, координатор, который у них сидит в этом клане. Ну, это не Квиновский, это как бы обычный какой-то из этого клана. Мерзкий клан. Мерзкий клан Арксты. Одиннадцатое место в свое время был пиздатый клан, когда там сидели вот эти все швахиные. Вот. Сейчас это тень того клана. Это сейчас просто кланчик такой, типа, около топовый. Какие-то ротки здесь есть. Вот, оперативник. Я не знаю даже, что это за... Трэш Панда, я вроде знаю этого полевого. Этого я не знаю. Ну, короче, типичный обычный клан. Одиннадцатое место. Для такого клана с... Тысяча сотела. Ну, могли выше. Могли выше, но... Для них сойдет. Я говорю, это не тот клан, который раньше Арксты был. Вандал, я уже сказал. Токсичный клан. Они еще после боя постоянно мне в игре писали. Мерзкие такие челы, но... Скилл есть там. Типа, двеннадцатое место для них, я считаю, очень хорошо. Вот этот клан, я вообще в душе не его. Че за ассасины. Но они свои очки, вот эти 2400, вскрыли еще, если не ошибаюсь. По-моему, в субботу они уже вскрыли свои очки и не играли ивент. Вот у них 2400 было, они на третьем месте висели, потому что другие люди очки не вскрывали с аукционов. Вот. В итоге 13 место, не знаю, что за челы, у них какой-то подозрительный рейтинг 1400 в АБСке. И отыграли они ивент по 1700 на уровне Назб, на уровне Кураги и так далее, на уровне Небро и так далее. То есть какой-то подозрительный клан. Не знаю, что там за ротка сидит, но... Они очень хорошо отыграли. И самое смешное, если бы они не закончили в субботу бы катать, они могли бы в топ-10 попасть бы. Не знаю, там каких-нибудь фнатиков, тайфунов сдвинуть, аркстов там с 11. То есть они просто катать и бросить в субботу. А Леши Клан. Это клан, где Флайбер заказчики делают, которых не банят, потому что Флайбер. И Димочка Левша там есть. Ну, за Флайбера, так сказать. А, ну тут еще Мерси, это дед, если что. Это чисто клан, где делают заказы Флайбер, если что. Вот этот Алеши. Что у нас дальше? Курвы. Вот это, кстати, я помню, это какой-то очень странный клан. Очень странный. 1462 ела в АБСке, на ивенте под 1600 сыграли. То есть на уровне там таких кланов в топ-10, не знаю. Вроде их не забанили, да. Но, опять же, заказы делать-то могут как. Ты заходишь к ченникам и делаешь со своих аккаунтов. Ноунеймовый клан абсолютно. Но при этом они сильные. Мы с ними тоже играли. Я все время не знал, что это за клан. На них атаки кидал. Оказалось, что это сильные. Ну, 17 место ЕВГ. Мой любимый клан, кстати. 1680 стрелок, кстати, очень хороший в АБСке показатель у Толяна был. Сакроса на ГК в полтораху сыграли. Слабо, слабо сыграли на ГК. Но они тоже играли с помидорками. Заказы делали, типа, в ЕВГ. Это как войл. Вот. Но, нет, Толян крутой. Мы с ними играли достаточное количество боев. С ЕВГ нормально. Мне нравится играть. Толян такой, такое лицо, как бы, извините меня. ЕВГ единственный нетоксичный клан, с которым мы встречались из таких вот с топ-20. Всегда пиздится, всегда заряженно играть. Единственное, там, конечно, под стиль Сакроса вот этот агрессивный. Игроки немного не подходят. Слабоватые у него игроки сидят. Гекси, кстати, с кланами. Слабоватые игроки сидят, по моему мнению, в этом клане под страты Толяна. Такие агрессивные. В свое время же Толян был топ-полевым. Когда они и КП выиграли, Сакрос же КПшку выигрывал. Вот, тогда там уровень игроков другой был. Мне кажется, им надо какие-то страты более такие пассивные делать под уровень этих игроков. Потому что там такие старперчики сидят, грубо говоря, зачастую. То есть они агрессивные страты Толяновские не могут реализовать всегда. Вот, а так, реально, крутой клан. Могли выше быть, но они заказы делали. Барик с двух аккаунтов сидел. Он там играл в основном ивенты, он стримил это и у нас сидел. 20-е место. Он свои задачи выполнил. Помидорок протянул по очкам. Легенду глобальной карты им заформил. Все. То есть у него вот клан был чисто на, в этот раз чисто на этот самый. Просто заказы поделать и медальки челом заформил. Если бы там бы сидели бы потели бы на результат, они бы были бы в топ-6. В топ-6, я думаю, были бы у Барика. Вот Апсёры Шри Вента главные. Вот Апсёры Шри Вента главные. Инвеститоры, да, Стонгс, там все дела. Вот Психибай, знаете, что они сделали? Я сейчас покажу, что они сделали, если там будет показывать. Смотрите, какой прикол. По инвестициям. 3,600 ляма инвестиций. 1700 очков. Они в субботу проинвестировали огромное количество очков. Они проинвестировались, знаете, когда в субботу. Когда уже не надо инвестироваться. Они туда, по-моему, ляма 2 или 1,5 влили в инвестиции. И за субботу они, по-моему, нафармили 500 тысяч. Они в последний день чисто наиграли лям 700. То есть, понимаете, они слили в координацию. То есть, такой клан опытный, Помидор, там все дела. Они слили в координацию ивент себе 21 место. Вообще, максимально обосрано получилось. В принципе, там, опять же, клан не такой сильен, как раньше при спонсорной Гарри. Ни хрена уже не сильный. Клан 1600 л. Типа, обычный клан такой хороший. 1580 на ГК. Типа... Это не те психи. Я говорю, там сидят сейчас какие-то дядьки взрослые. Там сидит этот самый Мэн Махинизм. Тоже я видел. Типа, там такие дяденьки сидят тоже. Смотрел их игру. Все время какие-то позиционки тугие. Координация в TeamSpeak'е такая сопливая. То есть, там, в основном у них идет разыгровка у психов Мамидора через какие-то позиционки. Такие тугие, такие вязкие. Типа, ну, под уровень его состава это соответствует хули. Там реально дяденьки сидят в основном такие. Квины 22 место. Они сыграли, считай, два дня. За два дня нафармили себе 1600 очей. Ну, нихайло, видите, под 1800-1730. То есть, это один из сильнейших кланов этой игры в плане боя с формата. На уровне с Мониками, Квины, там, на уровне вот этих топовых кланов. То есть, это... Если бы они весь ивент играли под Нуротой, они бы в топ-3, скорее всего. В топ-4 были бы точно, 100%. Как Кормы сыграли? Кормы, кстати... А, пам-пам-пам-пам-пам. Кормы... А, я, кстати, не знаю, где Кормы. Кормы, 37-ое место. Лям очков очень слабо. Там играли тоже полсостава каких-то дядек. Каких-то там вот этих блоков, вот этого еблана оконченного. Вот. И там играл актер. Ну, то есть, актер у ВБС у него... Он, как бы, охуенный мужик, но ему в ВБС делать нечего, по факту. Мы с Кормами, по-моему, играли то ли два, то ли три раза. Все, выиграли. Выиграли все. По-моему, два раза играли с ними. На Утесе. Выиграли. А, мы два Утеса, по-моему, с ними играли. Мы все выиграли у них. Да, два Утеса было. Вот. Блок, кстати, раньше в Мерсе сидел. Мы его кикнули перед ивентом, после того, как он скинул в чат свой стрим, в клановый. Он скинул чат. Мы открыли его стрим, и там он с вебочкой стримил какую-то в говно... Он пьяный в говно встретил с какой-то своей бабой. Мы его нахуй с клана выкинули, потому что нам такая шваль не нужна. Вот и все. Вот, потому что нам такие люди в клане нужны. Он там начал спамить в клан-чате, короче, свою ссылку на с ним. Открываем, там пьяная морда сидит, и баба его какая-то сидит. И, типа, мы такие пошел нахуй с клана. Типа, нам такие долбоеба не нужны. Так, что у нас получилось? Я зафармил 241 тысячу. Я себе весь магазин, скорее всего, скуплю. У меня танк есть, я просто буду себе магазин покупать. Вот эта группа людей, вот эти 8 человек, это состав Моников, основные игроки. Они вот в клане 244 заказ делают, пожалуйста, 500 тысяч очков, 500 тысяч очков, 500 тысяч очков, 500 тысяч очков. Вот, чувак у щеков, 500 тысяч очков. Вот они играли и в Мерсе. У них у всех бонус, вон они себе прокачали до 200. Я, кстати, единственный, кто 90 вкачал. Так, и у нас 39 человек получает танк, 39.